Армянский сайт Первый Информационный прокомментировал интервью, которое дал премьер-министр Армении Никол Пашинян в независимой газете, говоря о стратегических отношениях с Россией и вопросах мировой политики, а также отношениях с США. Самое странное, пишет Армянский портал, что Пашинян связал армяно-российские и армяно-американские отношения, выражая мысли, которые было трудно представить даже во время президентства Сержа Сарксяна и Роберта Катеряна. В наших отношениях с Россией ничего не произошло. Если что-то и изменилось, то только в позитивную сторону. Как я и обещал, в наших отношениях нет никаких темных углов. Наша позиция и в рабочих беседах, в рабочем общении не отличается от публичной, и это очень хороший шанс поднять на новый уровень наши отношения. Конечно, Россия наш стратегический партнер и союзник, сказал премьер. Во-первых, уже то обстоятельство, что Пашинян говорит, что в армяно-российских отношениях ничего не произошло, крайне опасно, пишет Сайд. Бархатная революция не могла привести к векторным изменениям во внешней политике, но, по крайней мере, природа, концепция и качество политики должны были измениться. Армянский журналист продолжает, теперь, если мы примем заявление Пашиняна, окажется, что режим русского вассализма сохранен, что, в свою очередь, означает, что ценности бархатной революции вообще не были капитализированы во внешней политике. С другой стороны, премьер-министр как минимум преувеличивает, говоря о положительной динамике армяно-российских отношений. Только тот факт, что армяно-российские отношения заблокированы фактором Роберта Кочаряна, говорит о серьезном кризисе в них. В целом, сегодня неуместно говорить об армяно-российских институциональных отношениях. Есть контакты Пашинян-Путин, в которых повестка дня не осна. Один из политологов недавно заметил, пишет сайт, что пророссийская политика бывших властей теперь заменена пропутинизмом действующей власти. Насколько бы ни была эпатажна формулировка, она характерна для сегодняшней политики официального Ирвана. Цитата. Судите сами. В интервью независимой газете Пашинян, прокомментировав критику со стороны США в адрес властей Армении в связи с отправкой гуманитарной миссии в Сирию, сказал, что между тем ни одна из предыдущих властей не подверглась подобной критике. «Ни одно правительство Армении так не критиковало США, как критикую я. Для нас самое главное – сохранить наш суверенитет и независимость. Конечно, мы не можем существовать оторванными от региональных и международных отношений и реалий. Мы всегда открыты для обсуждений даже в вопросе отправки гуманитарной миссии в Сирию», – сказал премьер-министр. По меньшей мере, непонятно представление Никола Пашиняна о суверенитете. Это проявляется в ставших периодическими заявлениях против США и ЕС, упреках в том, что Запад якобы не ценит армянскую революцию и в отношении Москвы с лестью. И это в том случае, когда нашему суверенитету в первую очередь угрожает политика Москвы. Пашинян, критикуя США, пытается набрать очки в Москве, восстановить доверие Путина. Это очень дешевая и полная рисков тактика, которая еще больше ужесточит режим российского воссальства в Армении, вызвав кризис в армяно-американских отношениях. Продолжение следует...